Добрый день, уважаемые трейдеры! Видеоописание к скрипту Where Orders History Where Orders History это профессиональный скрипт для выгрузки всей торговой истории в формат CSV То есть с помощью этого скрипта вы можете выгрузить всю торговую историю И проанализировать ее в таких программах, как Excel, OpenOffice или LibreOffice Вы можете проанализировать свою торговлю в любой другой программе, которая использует таблицы и формулы в таблицах Особенностью данного скрипта является то, что в нем устранены все абсолютно ошибки, которые есть в других скриптах То есть я как автор этого скрипта посмотрел все аналогичные программы в интернете Не все, но большое количество И каждая программа обладала каким-то своим минусом, недоработкой или ошибкой Я принял решение и написал программу, которая полностью работает стабильно, без ошибок, без каких-либо нареканий Особенностью этого скрипта является то, что скрипт показывает потенциальный недополученный профит и потенциальный неполученный убыток в пунктах и в ценах Также данный скрипт показывает время жизни ордера, то есть сколько ордер пробыл в рынке Итак, скрипт вы можете скачать с данной страницы Установить его нужно в терминале MetaTrader, в папку Script И оттуда вы можете спокойно запустить скрипт на график Важно отметить о тех ошибках, которые есть в других скриптах и почему другие скрипты работают немного неправильно Во всяком случае, те скрипты, с которыми я сталкивался Вот, например, смотрите Script Word Orders History выгружает всю историю И вот здесь мы видим, что есть ошибка Вместо того, чтобы показывать профит, почему-то таблица показывает нам даты 8 апреля, 4 июня Часто, когда трейдера выгружают историю таким способом Наталкиваются на вот эту проблему И дальше с этой таблицей уже сделать ничего нельзя Она непригодна для дальнейшего анализа В Air Orders History устраняет эту проблему Есть в настройках параметры, которые могут устранить эту проблему Теперь, что нужно сделать, чтобы получить историю Сейчас у меня на графике торгует советник VR Black Box Он торгует на VPS сервере А на этом терминале я только контролирую и вижу его сделки Я перетаскиваю скрипт на график На любой график Будь то это евро-доллар или какая-то другая валютная пара Скрипт соберет историю по всем торговым инструментам По всем ордерам, в том числе и по пополнениям и снятиям с депозита Итак, информация о настройках Первая колонка, не колонка, а первый пункт Это сепаратор, разделитель, который убирает проблему, а который я вам показал Где вместо значения появлялась дата Вот дата, дата, видите, дата, дата и отчет получается загубленный С помощью вот этой настройки мы решаем эту проблему Если у вас стоит кома и появляется дата, вы ставите поинт Если у вас стоит поинт и появляется дата, вы ставите кома То есть вы выбираете Это разделитель для Excel И для программы таблица То есть Excel, видите, он видит здесь точки Ему точки И когда он в таких значениях видит точки, он кое-где может косячить Значит, надо поменять на запятые И запятые это кома Вот мы поменяли на кома И я вам покажу отчет, который мы сейчас сделаем Далее, фильтр Вы можете выбрать, какие ордера вам выгрузить На покупку, на продажу, лимитные, стоп-ордера Или же позиции, которые связаны с пополнением и снятием с депозита Также можете рыночные ордера выгрузить, стоп-ордера, лимит-ордера Это фильтр Вы можете ограничить историю выгрузки с определенной даты По определенную дату получить историю Хоть за день, хоть за месяц, хоть за 10 лет вашей торговли И последний, третий пункт настроек Это колонки, которые будут работать в вашем Отображены в вашем Excel файле В Excel файле Эти описания каждой колонки вы можете увидеть на данной странице Но по порядку Номер ордера Тикет ордера Символ ордера Тип ордера Лоты Цена открытия Закрытие Время Время закрытия Стоп-лосс и другие Полное описание вы можете увидеть на странице На которой вы смотрите это видео А значит Это добавить Довлет Это убрать эту колонку Все Когда мы запустили скрипт Журнал нам показал, что скрипт отработал Мы идем в файл Открыть каталог данных MQL4 Files AppTrading.go И заходим В Папку с названием скрипта Вот это скрипт Время 18.50 18.51 То есть это то, что мы сейчас с вами выгрузили Значит смотрите, что важно При выгрузке Имя формируется следующим образом Дата и время Номер счета Имя Имя Пользователя То есть я на В своем ВПСе Где работает у меня советник Вербал Blackbox Я имя пользователя сделал Верблэкбокс Поэтому имя пользователя Верблэкбокс Если бы я обозвался там Иван Иванов То есть здесь было бы Иван Иванов Вместо Верблэкбокс Итак, видите Отчет выгрузился И мы имеем полноценный профит Который мы видим Обратите внимание Что в значениях стоит запятая И такую форму отчета Таблица Excel Понимает Теперь по Пройдемся по некоторым Важным значениям Которые выводит скрипт Время открытия Время закрытия Это все понятно Потом Значит Что здесь Комментарий Ордера СВО Ордер Комиссия Что тут Ордер Профит В пунктах Ордер Профит В валюте Так Ордер Тейк профит Ордер Тейк профит В пунктах 100 плюс 100 плюс В пунктах Это все понятно Так Значит Это время Цены Потенциальной Прибыли Ордер Профит Потенциал Тайм То есть Время Потенциальной Прибыли Я сейчас покажу Картинку Что такое Потенциальная Прибыль Или потенциальный Убыток А это Потенциального Убытка Теперь Смотрим Цена Потенциального Профита Цена Потенциального Ой Не цена А пункты Потом Убыток И пункты Потенциального Убытка Потом Соотношение Ратио Соотношение Тейк профита К стоп лоссу По правилам Торговли На финансовых Рынках Оно должно Быть Один к двум Один к трем То есть Здесь Должна быть Цифра Два Три Тогда Большая вероятность Того Что вы Будете торговать Более стабильно Поскольку у меня Работает советник В советнике Просчитываются Определенные Алгоритмы То Здесь Ратио Показывается 1,03 И время Жизни ордера То есть Один день 14 часов 10 минут И 4 секунды Прожил Этот ордер С момента Открытия До момента Закрытия То есть Вот такой Отчет Отстроит Скрипт И этот отчет Вы можете Уже дальше В экселе Анализировать Как вам Удобно Вы можете Посчитать Сумму Пунктов Прибыли Вы можете Потенциальный Убыток Посчитать Который Мог бы быть Вы можете Высчитать Все объемы Проторгованные То есть Абсолютно Все Посчитать Периодичности Входа Количество Байер Селлов И лимитных И других Ордеров Вот они Лимитные Ордера Теперь о том Что такое Потенциальная Прибыль Или потенциальный Убыток Обратите внимание На этот рисунок Который есть На странице На которой Вы сейчас Смотрите Это видео Предположим Мы открыли Ордер Бай Лотом 001 И через Несколько Часов Мы его Закрыли Вручную С прибылью В 10 Пунктов Мы закрыли Ордер В 10 Пунктов Мы довольны И счастливы Но Мы могли бы Закрыть Ордер В идеале Плюс 50 Пунктов И это Была бы Потенциальная Прибыль По цене 1.77 60 Или 50 Пунктов Это максимальная Потенциальная Прибыль Которую Мы не получили Также Мы могли Получить Потенциальный Убыток В минус 70 Пунктов По цене 1.60 1.7 Грубо говоря То есть Вот это Потенциальная Прибыль Убыток Это важно Знать Если вы Профессиональный Трейдер И вы Анализируете Недополученные Прибыли А также Если вы Анализируете Убытки Которые Вы не Получили Надеюсь Данный Скрипт Будет Вам Полезен И Поможет Преуспеть Вам В торговле На финансовых Рынках Спасибо За ваше Внимание Отзывы Предложения Дополнительную Информацию Вы можете Оставить На этой Странице Под видео Спасибо За ваше Внимание Я желаю Вам профита И самое Главное Здоровья